Ну что же, теперь переходим к новостям, а точнее к киноновостям и ежегодному кинофестивалю, который проходит в нашем чудесном городе. С 19 по 22 октября в Петербурге пройдет шестой уже международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия, влюбленное в искусство. Да, подробнее о событии мы спросим у Ильи Михайлова-Соболевского, нашего коллеги-телеведущего, а также режиссера, генерального продюсера кинофестиваля «Влюбленное в искусство». Илья, доброе утро! Доброе утро! Понимаете, как приятно оказаться на диване гостей. А не ведущим. А не ведущим, да. Поэтому есть чем поделиться. Буду вам рассказывать сегодня, что происходит с нашим кинофестивалем. Тем более тема-то очень приятная, действительно. Расскажи, а вообще сколько людей хотят участвовать в кинофестивале и сколько в итоге будут участвовать? На самом деле в этом году мы побили все рекорды, которые только можно. Мы получили 3950 работ со всего света. Если взять карту, то нет практически свободного места, откуда бы ни пришла заявка на участие в кинофестивале. И это нас, с одной стороны, радует, потому что такой интерес к кинофестивалю впервые. Если вы помните, то каждый год мы примерно собираем 500-600 заявок. А почему так скачок произошел? Это очень необъяснимая ситуация, может быть, потому что пошла такая тенденция отмены российской культуры. И все хотят каким-то образом показать, что у культуры нет границ. И на самом деле никаким образом не отменить. И культура, наоборот, не разъединяет, она объединяет людей. Вот как один из слоганов, мне кажется, нашего Нового года, шестого кинофестиваля, он как раз будет «Культура объединяет». Тем более в этом году к нам присоединяется Ассамблея народов Евразии, под чьим чутким руководством будет проходить круглый стол. В этом году будем обсуждать проблемы культурного наследия в целом. Не только кино, не только, скажем так, какой-то отдельно взятой культурной составляющей, а такой круглый стол, который поднимет, в общем, в принципе, все проблемы в этой сфере. И самое главное, я вот забыл сказать, что в этом году кинофестиваль поддержал Фонд культурных инициатив. Это мы получили президентский грант, и это очень важно, когда такие события, крупные киносмотры поддерживаются со стороны государства. Потому что и нам нужна помощь, и культуре нужна помощь, особенно в такое сложное время. Если говорить про номинации, номинации в этом году в целом, они не поменялись. У нас также основная номинация — это документальное кино, игровое кино. У нас два дебюта. Два дебюта почему? Потому что есть и документальный дебют, есть и игровой дебют. Поэтому объединять их в одну номинацию невозможно, потому что, ну, как мы будем оценивать, да, документальный фильм и фильм, скажем, который был снят игровым режиссером, ну, мне кажется, что это несовместимо, поэтому было принято решение вот уже второй год делить дебют на две части. Также у нас есть в этом году специальный приз «Культурный код». Мы будем говорить о коде народов России. Потому что в этом году, если вы знаете, мы знаем, да, что президент подписал указ, что 22-й год — это год культуры народов России. Поэтому тоже очень важно об этом говорить. Ну, и самая главная такая новость в этом году, помимо грант, извините, я заговорился, гран-при, это наша статуэтка с золотой Стефан, которая выполнена из латуни, такая очень красивая. И будет в этом году вручен еще специальный денежный приз. Сумма его составляет полтора миллиона рублей. Радик, нужно было снимать фильм. Так, что нужно снять? И достанется этот приз лучшему режиссеру. Неважно, будет игровой или документальный фильм. Здесь уже коллегия жюри примет решение, кто получит этот грант на производство документального фильма о семье кинохудожников. Потрясающая новость информация. Илья, а вообще, ты сказал, какое-то невероятное количество участников, которые претендуют на то, чтобы вообще в фестивале поучаствовать. Сколько в итоге отберут? Или уже отобрали, может быть? Нет, в конкурсную работу войдет 65-70 работ. Там же будут и внеконкурсные работы. А как выбрать-то из этого огромного количества? Почти четыре. Мне кажется, вот до 15-го числа осталось совсем мало времени. И мне кажется, наши отборщики сейчас не спят. Потому что у них задача из этого огромного количества, я хочу сказать, хороших работ, выбрать лучше из лучших. Потому что действительно в этом году программа будет серьезная. И самое главное у нас новые площадки. Хочу сказать, что в этом году можно будет посмотреть конкурсную программу не только в киностудии «Лендок», но и также в кинотеатре «Англитер». Также можно будет посмотреть специальные показы в Вовельберг-холле. Это новое пространство, очень красивое. И тоже они вот на одной волне с нами, потому что они за культурное наследие, в том числе и культура, архитектура и так далее. Прослеживается ли какая-то общая тема, точнее частая тема среди фильмов, которые сейчас отсматривают? И замечал ли ты вообще, как от года к году, может быть, меняется основная тема? Мы стараемся с каждым годом программу делать лучше. Это самое главное. Потому что чем качественнее фильмы, тем мы как... Мы же несем ответственность за то, что мы показываем. Конечно. Поэтому я считаю, что чем лучше материал, тем интереснее и программа, и отзыв зрителя. Это очень важно. Про темы фильмов не сказал все-таки. О теме фильмов у нас одна. Культурное наследие. Мы придерживаемся определенного направления. Будь то художники, будь то артисты балета, будь то певцы, исполнители. Фильмы, скажем, про театр и так далее. Это все затрагивает струны нашей души. Вот так вот я завернул, но это действительно так. Потому что я немножечко посмотрел конкурсную программу. Я могу сказать, что там есть хорошие работы, есть дебюты, прекрасные дебюты из регионов. У нас в этом году, я, ребята, хочу с вами поделиться секретом, потому что у нас два года не было номинации, связанной с анимацией. Она у нас как бы есть, да, анимационное кино тоже мы пропагандируем. В этом году у нас огромное количество анимаций, при этом не только из России, со всего мира. Это здорово. Мы уже точно ждем кинофестиваль, надеемся, что вы тоже. И напомним вам, что с 19 по 22 октября в Петербурге пройдет шестой международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство». Да, и генеральный продюсер этого кинофестиваля Илья Михайлов-Соболевский с нами об этом беседовал. Спасибо тебе большое, Илья. Хорошего фестиваля. Спасибо. Спасибо. Спасибо.